Добро пожаловать! Я Елизавета Ксюкова, ведущая ежедневных новостей из варнинской студии ItGlob. Первая наша новость о завершении африканского тура папой Франциском. Прежде чем завершить свой шестидневный тур по Африке, Франциск провел открытую мессу для десятков тысяч верующих в столице Центральной Африканской Республики Банги. В Уганде во время своего визита в столицу страны Кампаво папа почтил память католических и англиканских мучеников XIX века. Позже он встретился с ребенком, являющимся бывшим солдатом, и с молодой женщиной, зараженной ВИЧ. Тем не менее, правозащитники были разочарованы тем, что Франциск не выступил за права геев, которые в значительной степени дискриминированы в Уганде. Кофейный жук создает бразильским кофефермерам миллионные убытки. Кофейный жук уже повредил 9% плантаций кофе в известном бразильском кофейном регионе Сирадо Минейро, и это только за текущий год. Насекомое понижает качество бобов и сполосовывает их для получения доступа к кофеину, и снижает вес бобов примерно на 20%. Это означает, что если взять стандартный 60-килограммовый мешок кофе, потеря его веса может достигнуть целых 12 килограммов. Для избавления от кофейного жука раньше использовали пестициды, задержащие эндосульфан, но сейчас его использование невозможно. Химикат был запрещен в 2013 году. Федеральное правительство Бразилии должно ускорить процесс регистрации другого пестицида, иначе страна рискует потерять большую часть урожая кофе в этом сезоне. Это все новости на сегодня, но если вы хотите узнать больше, пожалуйста, посетите наш сайт itglobe.ru. Спасибо за просмотр и до понедельника!